Здравствуйте, как дела? Я Мэтт Уотсон из Карвау. Я за рулем BMW X3M, справа от меня Porsche Macan GTS, и мы устроим заезд на перегонки в такой вот подъем. Ну и еще целую серию внедорожных испытаний, чтобы определить, какой из этих вообще-то заточенных под повседневную езду спортивных кроссоверов лучше проявит себя на бездорожье. Приступим. У нас все устроено следующим образом. Мы проведем несколько внедорожных испытаний для этих авто, а наш эксперт по бездорожью Даррен оценит результаты. Оценивать будем так, два очка за победу, одно очко за второе и последнее место, и ноль, если машина не справляется с испытанием. По итогу машина с наибольшим количеством очков, разумеется, побеждает. Давайте расскажу об этом BMW. Трехлитровая рядная шестерка Твин Турбо, мощность 510 лошадиных сил, 650 ньютон-метров момента, полный привод и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Снаряженная масса чуть больше двух тонн, а стоит авто 90 тысяч фунтов. Теперь справимся с Порше. Ну-ка, Ник, расскажи мне о Макане. У него Твин Турбо В6, 2,9 литра, 440 лошадиных сил и 550 ньютон-метров момента. Снаряженная масса 1960 кило, а цена от 68 тысяч фунтов. Что за коробка? Семиступенчатый автомат. Молоды, погнали. Давай, погоняемся. Чтобы наверняка мы ставим все на максимум, так? Думаю так, Ник, следует выжать максимум и, следовательно, задействовать лонч-контроль. Давай-ка его включим, сейчас я все подготовлю. Ну что, у меня лонч готов, ты свой тоже подготовил. О, да. Блин, а так ли это разумно? Ну, давайте все равно попробуем. Это явная победа! Бэм-вэ! Ну что, давайте послушаем, что скажет Даррен. Здорово, а? Неплохо! Просто пулей полетел. Даже не почувствовал, что мы на бездорожье. Разве что пылюку поднял? Ник, хана тебе, друган. Ну и жесть. Авто вело то в одну, то в другую сторону потеха. Ну что, Даррен, стало быть, два очка BMW и одну очку Porsche. Вышли в лидеры. Мэтт, мне отсюда хорошо видно твое днище. Грязное какое? Развучало как-то не очень. Так, в этом испытании главная контроль на спуске. То есть после подъема мы спускаемся, и задача сделать это как можно медленнее. Здесь есть система помощи при спуске. Узнаем, есть ли у Ника. У тебя есть помощь при спуске? Не просто помощь при спуске, а полноценный режим бездорожья. Ну что ж, тогда Даррен даст команду на старт. Мы уберем ноги от педали и посмотрим, как авто спускается. Кто последний пройдет конус, тот и победит. Как-то немного переживаю. Я не отключил автохолд. Вот видите, я точно спускаюсь медленнее, почти не двигаюсь. Со скоростью ледника надо подождать, так лет сто. Ник, давай вертай в зад. Педали не трогать. О-о-о, да! Самая медленная, 3 с небольшим километром в час. Ясно. Ну, проиграл. Представляешь, у меня система помощи при спуске срабатывает только через некоторое время, когда соображает, что машина съезжает, и потом уже едет со скоростью 3 с небольшим километром в час. То есть нормально, но перед этим я, конечно, изрядно струкнул. А у тебя что было? У меня никаких волнений. Ехал так медленно, что спидометр не реагировал тупо. Ноль блестяще. Самый медленный Порше на свете. Да, именно за этим его и покупают. Ладно, послушаем Даррена. Даррен, друг мой Ситней. Я слишком быстро начал. Ну, это потому, что у тебя система помощи при спуске срабатывает. Я знаю. Я так и сказал. Делаю твою работу за тебя. В общем, Порш быстрее сообразил. Да, верно. Он быстрее разобрался. Итак, два очка. Поршу и одно очко БМВ. Кстати, вопросец. А как ты произносишь Порш? Порш? Я тоже Порш, а некоторые автожурналисты говорят Порше. Девчачье имя. Ну ладно, а чё, по три очка у обоих авто идём вровень. В этом испытании мы проедемся по вот такому ухабистому участку. Это проверит артикуляцию, ход подвески, работу, систему регулировки тягового усилия, дорожный просвет, да по сути всё. Что до просвета, у этого авто он 206 миллиметров. Сколько у твоего Порша просвет? С виду меньше, чем тут, да? Просвет здесь всего 177 миллиметров, и я даже немножко переживаю. Не фонтан, конечно, ну ладно. Понижайки у коробки нет, ну куда деваться, поставлю режим Эфишент, рациональный. Поедем рационально. Логично. Рулевое в режиме комфорт. Что у тебя за настройки? А веришь инженерам Порше? Девчачье имя. В этом испытании ставлю режим бездорожья и надеюсь на лучшее. А чё, у меня нет режима бездорожья. Ну давай, Ник, посмотрим, поможет ли твой режим бездорожья победить в испытании на бездорожье. Ну, поехал. Во, уже вывесил колесо. Да, Порше молодцом! Порше, 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 Порше. Неплохо справляется. Эси, прикольно, мне понравилось. Мой черёд. Чувствую, подбуксовывает. Оп, забрались. Пытаюсь работать педалью так, чтобы ехать чётенько в ритме без рывков. Даррену такое нравится, он за это накидывает баллы. Так, посмотрим, что он думает об этом. У меня особой разницы не было. Он часто вывешивал колёса, но мне кажется, я тоже. Ничуть не меньше, и в твоей системе регулировки тяги пришлось работать усерднее. Ну, машина была в режиме эфишент, вот, эфишент, чтобы приёмность была поменьше. Лоханулся, да? Возможно. Потому что тебе пришлось больше работать педалью. Ах, ты ж, зараза! Может, мне удастся наверстать, если поставлю режим спорт для лучшего контроля на спуске в нашей испытании с двух этапов? Нет, я вот пообщался с Дарреном, он говорит, что я справился на ядь, и тебе придётся наверстывать. Может, тебе стоит поставить другой режим, а не вот это вот твоё бездорожье. Уууу, ну могу поставить спорт плюс, как тебе? Так решай сам это слово Даррена. Давай, ехай. Нет проблем. Так, ну чё, он спустился. Довольно уверенно. Я как будто тупо ползу вниз. Знаешь, мне кажется, я уверенно продул. Да, так и есть. Задача справился, просто ехал несколько быстрее нужного. Да и АБСК с ума сходило, авто сползало вниз, не могло удержаться. Крязина какая. У него тоже спортивная. Зацеп у неё, мне кажется, чуть лучше. Ну вот, заводская резина, так что, что есть, то есть. Итак, два очка Поршу, одну очку мне, а значит... Сейчас прикину. Момент. Пять очков у Порша и четырёю BMW. Следующее испытание. Боковой уклон. Сейчас мы проедем здесь и посмотрим, как у авто будет с зацепом при преодолении скользкого наклонного кусочка. Чувствуете, какой у меня заправский внедорожный лексикон? Давай, Ник, пошёл. Ух, как непривычно для Порша. Девчачье имя! Похоже, сейчас опрокинется. А, вот так, на расслабоне. Обязательно поверни влево в конце, чтобы не задеть там камень, а то поцарапаешь диски. Они очень дорогие. Так, мой черёд. Надеюсь, всё не так сложно. Даррен что-то там, как обычно, показывает. Во, просто качаюсь на... Трёх колёсах. Не, мне не нравится. Даррен очень серьёзен. BMW, если я попорчу вашу машину, виноват Даррен, а не я. Я просто следовал указаниям. Да и на сайте у вас указано, что это кроссовер. Ну вот и проверим, соответствует ли он названию. Блин, муха в салоне. Не до тебя сейчас. Ну что, тут я тоже продул? Нет. Руд... Руди, а я думал продул, у меня всё время колёса были вывешены. Да ты баланс держал, я хручётко. Победил? Да, присуждаю победу тебе. Смотреть было веселей. А я знал, что выиграю, вот никаких сомнений. Итак, два очка BMW и одно Porsche, а значит, что у меня датчики парковки сошли с ума. А ещё это значит, что у Porsche всего 6 очков и 6 очков у BMW. Ещё ничего не решено. Последнее испытание решающее. Здесь мы проверим вообще всё. Зацеп, дорожный просвет, углы въезда, переката, съезда, ход подвески, артикуляцию, ну и всё прочее, о чём там говорят любители оффроуда. Сейчас мы заедем на этот холмик, спустимся с него, там всякие ямы, ухабы, потом будет крутой поворот, проверим манёвренность авто, ну а Даррен определит победителя. По итогу. Давай, Ник, удачи. Спокойненько заезжаем наверх. Проблем у него с углами въезда и съезда нет. Сейчас будет интересно, неужто сядет днища? Ему надо внимательно смотреть, куда едет. А то ещё чего доброго сядет днищем или попортит пороги замечательного спортивного кроссовера. Заднее колесо у него изредка касается земли. Нормально! Мне-то, наверное, будет непросто, я даже немного переживаю. Не торопимся, не хочу уткнуться мордой в землю. Сейчас я нажимаю педаль акселератора одновременно с тормозом, не знаю, разумно ли это, просто хочу ехать неспешно и плавно. Так, если сейчас удастся заехать в один приём, как тот Порш, будет здорово. Колёса не отрываем, уверен, что сейчас главное, у кого меньше вывешено колёса. Ну и всё. А знаешь, Ник, мне кажется, победил ты. Как тебе? Ох, да офигенно! Так доехал без приключений, но впечатлён тем, насколько хорошо справлялось это авто. Ладно, давайте послушаем Даррен, а всё закончится, когда лысый мужик вынесет свой вердикт. Я встал прямо возле лужи. Эй, Даррен, ты там как? Лужу наступил! Извиняю, но у тебя обувка серьёзная, переживёшь. Ну, что скажешь? Порш. Решающее испытание ведь. Тут подвеска чуть жёстче. Ага. И вновь в системе регулировки тяги пришлось работать активнее, чтобы проехать. Ну, вы всё понимаете. 8 очков у Порша, 7 у BMW. По итогу побеждает Порш, он чуть-чуть лучше подходит для бездорожья. Они оба могут проехать по бездорожью. Оба отлично справились, просто Порш чуть лучше. Ну вот, пожалуйста. А вы бы какой из двух взяли? Проголосуйте в Закриве. Ну ладно, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть что-нибудь ещё, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал, так вы точно ничего не пропустите. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...